Костя с трудом нашел, где припарковаться. Наша машина, конечно, смотрится гораздо ужаснее всех остальных. Смотри, что есть. Для лисюшки взяли коляску с собой. Когда-то я здесь примеряла джинсы. Костя меня снимал, помните? Похожие на мои, кстати, по цвету, да? Ты что там выбираешь, малыш? Алиса считает, что надо вот такие шорты взять в папе. Лисенок, уже тоже одежда интересуется. Смотри, в зеркало. Нет. А? Ну, не знаю, мне, в принципе, вот эти вот эти вот эти вот нравится. Вот эти больше нравятся? Они жадные. Больше, чем предыдущие, на тебе лучше сидели, берешь. Да. Лисюха тут сама с собой общается пока. Ляля, привет, привет. Да? Привет, привет. Нормально. Ну, темнее лучше, чем сидели. А по росту, 3-3 саду, и 4-3 саду. Они небольшие на тебе? Да нет. Нет? Ну, солиднее варяло. Видишь, нужно больше рубашки. Она маленькая просто. Тебе еще постричься надо? Угу. Собричься. Угу. Мне кажется, надо застегнуть пуговицу. Слишком. Ну, подкатай. Эта рубашка, по-моему, лучше тебе, чем ты приведешь. Наверное, из-за фасона, потому что она длиннее. Я бы не прибыла за фену. Да. Да, я бы не прибыла за фену. Да, я бы не прибыла за фену. Да, я бы не прибыла. Не, короче. Не слишком. Вообще не так. Такая? Ну, такие у нас, наверное. Угу. Давай, не уйдай. Попробуйте. А тебе, наверное, нравится, да? Какой-то. О, хорошенький. Я уже долго лопал. Я знаю, что ты не любишь долгомерить. Не знаю, цвет не нравится. Фасон нравится цвет. А тебе? Цвет тоже мало. Насюх, а на что я заправила? Сверху выпусти. Выпусти сверху, хоть посмотрите. Что за характер? Мне как-то на выпуск сверху больше нравится. Просто пырятся из-за клипса, они шепотом флируются, и у вас выровняется она под одром. Ну да. Попробуем, что будет, Катя? У вас будет 1250 гринь, 5%? Чем больше сумма идет, тем больше и процент. Все-таки лучше, чем то, чем я сегодня буду. Не, просвечивается. Не, не, я знаю. Даже не потому, что просвечивается. О, не. Что-то я по-другому себе представила. Так, а если рукав подкатать? Кара. А мне нравится. Когда будет осень, и тебе надо будет носить с рукавом. Прикольно. Ну, ты же лев. А ну, застегнись. Тебе нравится? Костя нашел куртку своей мечты на осень, которую давно хотел. Там все нормально с замку? С руками у меня, говорит, ненормально. Не застеживается? Папа, покрутись. Ну, прикольно. Настя, давай. Давай, давай. Можно и комбинировать разные цвета, например, черная, если что-то, как варианты. Будешь в спортлайп ходить так? Дух модный. Нет? Вообще неплохо. Наполнитель там синтифон, постирали в машинке и в сольбот. А, застегнуться ты сможешь? Мне просто кажется, может тебе надо чуть больше все-таки. Ну, плюс спортивные штаны и в спортлайп. Тебе не нравится, Настя? В смысле, зачем ты так одел? Ну, осенью. Разделся, в твоей кофте остался той. Там в кофте жарко. Тебе, Настя, как вообще? Ну, мне жилетка нравится, а кофта не нравится. А мне наоборот. Кофта больше нравится, чем жилетка. Настя ходила, переодевалась где-то. Не знаю, где на втором этаже. Вот, теперь выглядишь по-летнему, наконец-то. Куда? Бирки надо? А? Бирки надо. Настя пошла покупать себе наушники. Это мне подарок на какой-то праздник. На день рождения заранее. Ну, блин, я так долго их хотела. Не, не, заранее, не. Это не на день рождения. Я так долго их хотела вообще. Это тебе на какой-то предыдущий, когда-то мы тебе обещали потом купить подарок. А, да, да. Смотри, открываешь их и сразу обнаруживает он их. Показывает, сколько на них заряда и все такое. А, и, кстати, эта штука еще и хранит заряд, походу, как пауэрбанк. Бо на ней сейчас 55, и на наушников 100%. А как их заряжать? Ну, вот. Просто в этой штуке? Да. И, короче, когда ты достаешь, то звук сам включается, и оно показывает, один можно, на один можно слушать. Ну, это прикольно. А этот, то есть не рабочий, пока он тут лежит, пока ты его не достанешь. А если кто-то другой захочет, сможет воспользоваться? Это подключено, оно только к моему икону. А, то есть только от твоей лично. Ну, да. Прикольно. Классная штука вообще. Катя будет сейчас... Они будут выпадать. А мне, наоборот, я когда занималась спортлайфом, то из-за того, что провода тянутся, наушники постоянно выпадали. А тут-то ничего не тянется. Это удобнее. Ну, Катя сейчас, да. Что, велик или спортлайф пишет? Чего? Ну, я ей написала, не поверишь, что мне мама купила. Она велик или спортлайф пишет. Сейчас я ей скину видос. Интересно, что она ответит. А давай лучше по громкости с невязи ей позвоним. А я уже скину. Смотрю, что ты. Охренеть. А за что? А за что? Просто так. Просто так напиши. Я тоже очень хочу. Я же говорила, что она тоже захочет. Ну, потому что, ну, я не знаю, я их хочу уже, наверное, месяцы три, но столько же. Блин. Как с обложки теперь выглядишь? Так, покушать мы ничего не успели. Сейчас зайдем в Макдональдс. Я еще не привыкла, что они так быстро подключаются. Наушники? Я ей вот кнула тихо, а потом резко... А ну, покажи у себя на ушах. О, смотрится странно, как палочки. Модно смотрится. Модно, да? Ну, я же ничего не понимаю. В моде. К сожалению. Просто я хочу попробовать. Пошли? Пошли. Идем в Макдональдс. В Макдональдсе огромные очереди. Мы с Настей взяли я себе шейк шоколадный. Настя лимонад. А, Косте и бабушке мы взяли мороженое. Мама, блин. Не кричи. Не выкидывается. Самфетка не разумеет. Не постоял там, не поел. Мы же в деньке стояли. Жесть. А оно растаяло просто. И он вылил на себя. У него пузо голое вот здесь, сбоку. Нет, не опустила. Сбоку где твоя рука? Мы пошли в магазин. Надо что-то купить Костиной маме. Мы сейчас поедем к ней. На пусть. Ты что, так вчера смеялась, когда танцевали под музыку? Да. И танцевались? Кихи. Лично если хватает, то за волосы. Тут еще и пристежка есть. Мы решили купить арбуз. И еще молоток, я так понимаю, да? Малыш. Сейчас папа скажет, как всегда. Ой, мы тут... В смысле, как можно прийти, нас не заметит. Ты уже переоделся? Поменял штаны. Что ты говоришь? Опять новые игрушки. Показать без ног, да? Скажи, это мама служила. Вообще брать не хотела. Ага. Она не отпускает. Отдай, отдай. Паракус как на все-то. Да. Пюрешку малую достань, сейчас покормим ее. Купили уже пюрешку. Мы обычно сами, Элиси, готовим. Овощи, да, овощи. Купим. Купили сок давай, да. А ложка там? Ложка вон одна у нас. Так, арбуз уже в багажнике. Мы ждем. А у Лисюшки шарик. Какой красивый голубой. Отойдите лучше от дороги. Сейчас такие водители. Все страшно. Вот та одинокая точка, это наш улетевший шарик. Обидно. Капец, как обидно. Он вынырнул из машины, когда открыли дверь. Мы купили готовую еду, но она оказалась не прожаренной внутри. И мы кидаем ее собачке. На. Мы сходили за другим шариком. По-моему, этот даже красивее. Улетает, улетает. Да, да, да. Не пугай уже. Собачка наелась. Надеюсь, она отойдет от машины, когда мы отъезжать будем. Я всегда так боюсь, чтобы животные не попались под машину. Привет. Здрасте. Ты что, ее месяц не брала почту? Месяц почту не брала? Там нам кидают дяди Володин. Ого, здесь строительство идет. Там на щебенке почтовый ящик. Купим. Что за девчонка тут такая маленькая, а? Что за девчонка такая маленькая? Ух ты, ух ты, ух ты. Так. Заходите. Гараж огромный получается. Любимая игрушка. Расческа. Да, мы тут с коляской не проедем. Здесь всякие балки. Сейчас будем ее нести. Вези, Элиса, попробуй. Так папа уже взял арбуз. Он уже коляску не понесет явно. Попробуем проехать. А сейчас колеса поломаешь. Осторожней. Да уж. Капец. Не спеши. Настя, переднее колесо по-другому приподнимается. На нижнее нажимаешь? Мам, ты такие впечатления, что это твоя тут. Вы такое не говорите. Ей не нравится так думать. Деньги есть арбуз. Она не хочет еще себя чувствовать мамой. Смотри, мороженое в морозилку. Морозилку сейчас. Эту. Спасибо. А это как его? Неси арбузку ты удержишь. Сербица, да. Кого у нас есть, для чего заберете до дома? И что мы теперь будем делать? Не знаю. Костя оставил свою сумку в багажнике вместе с ключами от машины. Как открыть машину без ключей? У нас чуть-чуть приоткрыто стекло. Но вряд ли мы что-то сможем с этим сделать. Ого, тут стая бездомных собачек. Ничего себе. С арбузом на столе положить? Пока, Паша, там со стройкой перерыв. Ну, а что ж без хозяина? Можно, это перестыжи такие. Ага, спасибо. Мы тут возьмем, алисе, яблочки. А вот тут соби наберите таких с хвостиками. Тут такие, что, например, это. Я пидугляну, может, там хоть пару яичок и свеженьких. Ага, спасибо. А кукурузку вот того варить там. Целый мешок кукурузы нам дали. Да. Мы вернулись в свой двор и ждем. Сейчас приедут делать аудит. Посмотрим, в какую сумму реально должен был вылиться этот ремонт. Мы соскучились. У вас минута нежности? Да. А лисенок что там пока делает? С чего там и играешь? Сейчас уже выпадут. По-моему, она спадки хочет. Вот такую мы нашли компанию. Это вот визитка. И как раз к ним мы и обратились с просьбой провести у нас аудит. Тут до середины стены клитка была. Двери было, наверное, разумеется, там. Проводку разводили отсюда. Не знаю, 40 сантиметров. Это все, по-моему, проблем. Не знаю, где 40 метров. А вот и стенку шпатлевали под сетку раз. Да, вот это уже как бы на чистовую. Истоляцию поставили. Ну, поставили трубы. Ее еще еще не сделали. Ее прокладывали, да. И, ну, все равно, все, что-то нужно. Посмотрим. Которым вы не доверяете человеку, он должен закупаться в эпицентре. Там, ну, человек, ни один чек не поделает. Ну, он нам некоторые чеки с эпицентра давал. А высота? А тут, наверное, пропускали. Не попал. Если не быстро, надо что на курсе определить. Попал? Попал, да. Общая плата была. Это у нас 27-26. Давай площадь не мере. 28. А прямо? 13, да? Ну, да. Тут с этой высотой, ну, да, можно, допустим, грубо говоря, это по максимуму, там, допустим, 1900, нажали на 13. Это под ключ. 24 тысячи. Это под ключ. Городовка. Но материала тут не уйдет на такую сумму. Если уйдет, то это, извините меня, полплитка будет, грубо говоря. И стены будут уже под тобой сделаны, и потолок. А пол, они, кстати, сказали, нельзя плитку, тут только можно кинуть линолеум, потому что он кривой. Почему нельзя плитку? Ну, типа он кривой. Мы вообще его перестелить хотели. Они говорят, перестелать его тоже не рекомендуем. Он скрипит, понимаете, очень. Они старые. А зачем вы такой ремонт делаете, если оставляете такую на полу божества? Ну, тоже. Типа линолеум кинуть, и все. Осбим. Эти. Ну, типа, что мы вам не рекомендуем, это делать нет смысла. Я не знаю, почему. Мы не разбираемся в этом, понимаете, мы потому вас и позвали. То, что мы в ремонт ничего не понимаем. И просто трубу всунуть. Слышишь, запустил. Вот этот ящик за 800 просверлили и 860 установили. Вот это в стенку. А вот там всунули трубу, посмотрите. Посмотрите, вот эту трубу назвали переделка вытяжки. 800 гривен за это у него вписано. Он всунули просто трубу в дырку в потолке. И он написал, переделка вытяжки 800 гривен. Надо вам эти бумажки показать. Полтора сантиметра перепад. Ну, то есть стена не выровнена. Нет, конечно. Он, видите, угол выпирает, он налазер пробивает. А вверху, там доу, а еще уравнятили, уравнятили. Да. То есть тут наоборот перекидали. Это переделка, допустим. Я за эту работу уже вылезался. Как я вам потом докажу, что я неровные стены сделаю? То есть они здесь даже перекидали штукатурки получился, да? Это неровные стены. Можно считать, что мы ничего не делали, короче. Грубо говоря, да, можно сказать, вот так вот старое свое заложили. Тут есть кивы, куча денег, в материал. Вдох, в угол ушел. В угол, в угол. То есть тут вообще ни о чем уйти. Включено откладываться. Вот обранка света. Вдох, в угол.